Это, кстати, к слову о том, что опять же вышки убивают людей Wake on! Ты на вейк-чанел! Меня зовут Виталий, и ты попал на канал Urban Megalit Graffiti Ладно, шутка, ты на вейк-чанел Добро пожаловать на очередной влог В каком еще городе, прямо в центре, можно найти такие джунгли? Вышло так, что за последние несколько дней у меня не получилось снять влог, так как я должен был посидеть с племяшкой Выполнить одно тестовое задание для кое-какой компании и съездить в Ужгород по делам При этом на сегодня также у меня запланировано несколько дел И первая из них это встреча по поводу как раз моего YouTube-канала с одним моим старым знакомым Значит, с которым мы снимали тот самый ролик с автобусами Он стартует свою новую компанию, которая занимается оптимизацией каналов на YouTube Насколько я понял, и сейчас мы с ним должны встретиться и поговорить насчет его предложения Здорово! Привет! Сразу влог? Ну все, встретились, поговорили с Владом насчет YouTube, насчет алгоритмов, насчет оптимизации канала под эти самые алгоритмы Попробуем что-то сделать, поменяем и потом увидим результат Кстати, хифсишка открылась недалеко от дома Так что, хотя я все равно туда не буду Эй, жаль Кстати, еще одно из вещей, о которых я хотел поговорить и рассказать Это то, что я уже в последнее время довольно интенсивно пытаюсь устроиться на работу В какую-то видеопродакшн Короче, где-то в медиасфере, где я чувствовал себя более-менее хорошо Я в который раз сталкиваюсь с тем, что люди, которые принимают на работу просто, я уже не знаю, со временем превращаются в каких-то хэдхантеров, которые хотят найти человека Швейцарские ножницы, которые будут уметь абсолютно все везде, во всех сферах и во всем идеально разбираться и классно все делать Потому что, как по мне, это абсолютно проигрышный вариант Словами одного из гостей Юры Дудя Если ты хочешь найти себе человека, который будет идеально сматывать тебе кабель, а не человека, который будет так себе сматывать кабель, но при этом будет так себе еще возить тележку С оператором так себе еще 2-3 какие-то другие вещи делать То в итоге, если ты наймешь второго, в результате ты получишь намного более худший результат, чем если бы ты нанял действительно профессионального человека в одном деле Все настолько сильно хотят оптимизировать процесс работы и найти абсолютных универсалов, что это превращается, как мне кажется, в какой-то поиск привидений И превращается в какую-то болезнь начала 21 века Нанять как можно меньше сотрудников, чтобы они делали как можно больше спектра заданий В какой-то момент это уже превращается в какой-то абсолютный абсурд Все меньше и меньше встречаю такие детские площадочки Хотя это не особо детские площадки, но все же, где можно позаниматься Потому что выгоднее, конечно, продать местечко под очередной ТЦ или под какой-то еще вещь, которая будет приносить деньги Место, место дорогое, место где жить, место где заниматься, место где вообще проводить свой досуг Слишком дорого выделять пространство на вот такие вот вещи В общем, недавно я устраивался в одну из наших контор, которая занимается развитием медиаталантов И когда я подал им резюме, они прислали мне в ответ задание, которое я должен был выполнить, которое состояло из двух частей Первое из них это нужно было написать две аналитические статьи и одну подборку по поводу, опять же, медиасферы А, да, кстати, это все за одни солнечные сутки И второе задание основное, это нужно было выбрать Сделать, срежиссировать, снять и написать Короче, сделать полностью ролик на одну из трех тем на выбор Первая это конфликт киноданца и бэткомедиана Вторая там успехи Литл Бик И третья еще какая-то тема Конечно, я выбрал киноданца и бэткомедиан И вот, что у меня вышло сделать за пять часов И сегодня я хотел бы тебе рассказать об одном из самых исторически важных И даже эпохальных событий на Ютубе за последнее время А именно о том, как наш с вами любимый кинорыцарь одолел систему Возможно, не один Возможно, ненадолго Но все же Ааа, за то, как бэт победил киноданц Конечно, с огромной поддержкой аудитории никто не спорит 18 января 2019 года бэт получает уведомление о том, что студия киноданц хочет оказать на него немалое давление И обратилась она за честностью русской в инстанции И тут не столь отдаленная, не столь же честная, не столь же законная А именно в суды, хоть и до полумиллиона До бэт он издался Записал он нам ролик, что щемит мне детки, что нужна ему помощь И тут поднялись на защиту Рутуба Тут приветствует вам блогер, тут политик, тут юра, отступил за меня, корынушка Фейл продумал Не получился прецедент в районе Рутуба Я уверен, однажды летописцы Ютуба будут описывать это сражение Как одно из ключевых в войне за свободу слова Где каждый день большие компании, транснациональные корпорации и правительство хотят закрыть тебя глаза Но вот, что мы можем сказать Где я стою, там не уничтожен Мы не в руине, но в том, что ожидает нового построения Ожидает нового начала Из пепла мы восстанем и сотворим красоту Разрушенные стены напоминают скорее не о наших провалах А об уроках, что мы видели И мы продолжаем Не потому, что мы хотим А потому, что нам нужно Потому, что организм, воюющий сам с собой Обречен Мы одно целое Мы одна планета Да, согласен, не шедевр киноискусства Петь я не умею Со звуком тоже полный пиздец И вообще можно было сделать намного лучше Конечно, да Но поймите меня правильно У меня было 5 часов на все про все Ладненько Короче, совет сегодняшнего влога Это выходите на улицу Не освеживайтесь дома, лето Занимайтесь собой Занимайтесь своим здоровьем Может быть, поподтягивайтесь на трудничках В какой-то веке И в следующий раз встретимся на этом же месте На этом же канале На этом же вейк-ченнеле Через день, через два Может быть, пораньше Кто знает Вейк-ченнеле 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 Пошли, Папе Пошли, Папе